Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Открытая кухня. Я Валерия Иванова. И сегодня мы говорим на достаточно острую тему. Веганство, непереносимость глютена, лактозы. То есть все, что касается пищевых и даже идеологических особенностей у наших жителей. У гостей, в частности, ресторанов. Потому что в последнее время, как мне кажется, мода очень ярко выражена. И если в магазине мы берем продукт, на котором не написано био, эко, глютен-фри, веган, то уже априори кажется, что это какой-то плохой продукт. И, соответственно, тоже и в ресторанах все поменялось. Сейчас в меню просто обязаны прописывать аллергические составляющие, чтобы не было проблем потом у гостей и у самого ресторана. Ну, поэтому здесь много о чем есть поговорить. Мода или действительно это вред здоровью. И сегодня в нашей студии эксперты. С удовольствием их представлю. Это шеф-повар Андрей Терентьев в ресторане «Риц». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И прекрасная девушка, которая представляет другую часть, можно сказать, по пищевым особенностям. Это девушка-веган, зовут ее Мэри Грин. Она инструктор по детской йоге, а также основатель и исполнитель веганского кулинарного шоу «Меллоу Тейст». Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень благодарна, что вы сегодня на этой программе, потому что не могу не отметить такой факт, который произошел при подготовке к этому эфиру. Я обзвонила порядка 7-8 ресторанов именно веганских города Риги. И почти все отказались. У кого-то были уважительные причины отсутствия в городе. Но почему-то не готовы говорить на эту тему рестораторы, либо шеф-повара из этого течения. Как вы считаете, Мэри, в чем может быть вопрос? И почему вы открыто готовы на эту тему говорить? Ну, как по мне, причины могут быть самые разные. Может быть, они просто не заинтересованы в том, чтобы раскрывать какие-то внутренние подробности своего места. Может быть, просто достаточно закрытые люди. То есть, ну, факторы самые разные. Поэтому я не могу говорить за них ничего, в принципе. Мне всегда интересно пообщаться и рассказать людям, когда им интересно об этой стороне питания и образа жизни. Но вы даже сейчас выглядите очень позитивно и абсолютно не воинственно настроены, как многие думают. Мне кажется, это определенный этап жизни, когда человек только об этом узнает. Он сначала воинственно настроен, пытается рассказать об этом другим людям, а потом как-то пыл сходит, и это становится привычным делом. Потом улыбается и позитивно общается абсолютно со всеми. Насколько вы плотно и досконально изучаете место, в которое вы пойдете, например, с друзьями поужинать? Совсем не изучаю. Как по мне, человек, который отказывается от каких-то продуктов, вегетарианец, веган, даже сыроед, он может совершенно в любом месте найти, что себе поесть. То есть, ну, всегда можно найти какие-то соки свежевжатые, салаты, можно попросить что-то убрать, что-то добавить. Там, если мы идем кушать пиццу, то там тоже можно какие-то варианты найти. И с глютеном тоже можно найти. Ну, я не считаю, что в современном мире сейчас, в нынешнем это является проблемой. Ну, вот сегодня поэтому у нас на эфире Андрей Терентьев, повторюсь, шеф-повар ресторана Риц. И, на мой взгляд, ресторан Риц максимально такой, ну, лояльный в этом плане, толерантный. То есть, действительно, любой человек может найти для себя что-то не только полезное и соответствующее его вкусовым особенностям, но еще и вкусное. Как вот, Андрей, вы выходите из этой ситуации? Специально ли вы продумывали такое меню или это как-то вот само собой получилось? Трудно сказать. Может быть, сказались просто годы нарабатывания всяких разных рецептов. По сути, мы позиционируемся как очень простая кухня, понятная. Мы не используем супернепонятных приправ, которые люди боятся пробовать. Мы за натуральный вкус продукта, то есть, чтобы мы могли каждый, как я уже говорил, посолить, поперчить побольше по желанию каждого. И, конечно, мы прислушиваемся к тем людям, которые следуют здоровому образу жизни. Это вегетарианцы и веганы. Конечно, с профессиональной точки зрения мы их, конечно, воспринимаем в штыки. Потому что нормальный человек должен кушать мясо, рыбу. Это, конечно, на всем поприще кухни, к сожалению, есть такое отношение. И когда человек приходит и говорит, что мне вот это без этого, этого, без этого, нам не составляет труда это выбрать, скажем, или добавить по его просьбе что-то, что ему можно. И мы всегда стараемся идти навстречу. Поэтому, если у вас есть какие-то особенности в питании, мы приглашаем наших радиослушателей в ресторан Ritz. И мы, по традиции, разыгрываем 50 евро подарочную карту на посещение. И сегодня условия конкурса таковы. Нужно прислать рецепт бургера, который был бы и по вегану, и глютен-фри. Вы можете отправить свои варианты на наш номер WhatsApp, 2306191, 2306191. И в конце программы мы обязательно подведем итоги, и кому-то действительно достанется вкусный приз посещения ресторана Ritz. Хорошо. Я тогда тоже о себе немножко скажу. Не буду отнимать много времени, но так, чтобы наши тоже слушатели понимали. Я не являюсь тут на стороне мясоедов или, как сказать, травоедов. То есть я, на самом деле, с детства не люблю мясо. У меня было очень много проблем с родителями на этой почве, потому что я играла профессионально в теннис, 6 дней в неделю тренировки. Мама очень переживала, что я не доедаю белковых продуктов. А мне просто не нравилось. И причем я хорошо помню, откуда это все пошло. Я посмотрела фильм «Блейд». Если помните, там была сцена, где он идет возле снайпс в холодильнике, где висят туши. Все. Мне приснился ночью сон, что я подхожу к корове и откусываю кусок от ее какой-то части. И я реально больше не могла. И на самом деле, по сей день я выбираю для себя продукты, которые будут максимально по вкусу не мясные или не рыбные. То есть у меня даже муж так говорит, вот самое, что искусственное, то ты ешь. Ну и 8,5 лет я осознанно была вегетарианкой, даже один год веганом. И абсолютно, то есть это не было по моде или не по моде. Мне так было комфортно. Мой организм не требовал ничего более овощей или бобовых, или хлеба, мучных каких-то изделий. И в один день, пару лет назад это произошло. Я работая в ресторане, увидела на банкете у гостей какое-то там блюдо мясное. И написала сразу мужу «Пожалуйста, купи колбасы, я хочу». Он говорит, ты с ума сошла? Почти 10 лет не ела. И вот так это смешно произошло. Но мне кажется, здесь нужно быть честным перед собой. Если человеку хочется, ешь. Не хочется, ну и не надо никому, в принципе, доказывать. Как у вас произошло это, что вы пришли к вегетарианству, к веганству? Это было тоже как-то с детства или… У меня в какой-то степени это было и осознанно, и были на то причины, поскольку моя мама еще до моего рождения была вегетарианкой. Она практиковала йогу, и это как-то обычно совмещается йога с вегетарианством, и сейчас тоже. И родилась я уже на вегетарианстве, несмотря на это, то есть информации тогда было достаточно мало, и мне кажется, я, конечно, у нее не спрашивала конкретно, но мне кажется, в каких-то местах она могла опасаться, что если ребенка не кормить тогда, в то время, когда не было информации мясом, ну то есть может быть какое-то что-то неполноценное развитие, чего-то может не хватать. Поэтому потом я питалась, как все, как все обычные люди, обычные дети, особенно там общеобразовательные заведения, школа, столовая. А потом в осознанном возрасте, где-то лет в 15, меня начал этот вопрос интересовать лично, и я тоже начала смотреть всякие различные видео по жестокости к животным, читать различную литературу на эту тему, вот именно что касается здоровья. И, наверное, на год у меня было очень глубокое изучение именно с научной стороны этого вопроса. Я перелопатила кучу книжек, где проводились исследования на добровольцах-людях, спортсменах, на животных. И потом даже был какой-то момент, когда я читала лекции и рассказывала наполненности знаниями это другим. Поэтому мой путь был такой, и я всегда стараюсь информацию, которую я получаю, где-либо испробовать на себе. Опыты бывают разные. То есть это бывает положительно, сказывается, тело это чувствует или наоборот. Поэтому не всегда то, что написано вот где-то, что это хорошо для всех, это может быть хорошо лично для тебя. Это нужно проверять, это нужно чувствовать, уметь. Сдаете ли вы анализы на кровь? Да, да, я сдавала анализы на кровь. То есть на данный момент, по моему мнению, у веганов есть некоторые отличия от общих понятий, которые должны быть. То есть, например, общее значение, оно же как берется? Есть много людей, у которых берут анализ крови, и то среднее значение, которое получается, оно выводится как бы правильным, то, которое должно быть. Но если большинство людей традиционного вида питания, то, соответственно, у них значение будет такое. И, как я считаю, у вегана это может немножко отличаться. То есть не кардинально, там на 20-10 единиц витамин В12, которые все время проблематичны. Но отличия могут быть. Поэтому все в пределах нормы, все идет нормально, и по самочувствию тоже я себя чувствую замечательно. Скажите, а вот у мамы вашей не было таких, скажем, фанатичных идей, что ребенок родится, я ему ничего не буду давать, ни кусочек мяса, ничего? Нет, нет, вообще нет, потому что у нее, наверное, она во мне это воспитала, отношение к другим людям очень нейтральное в плане их питания. То есть никого не нужно заставлять, никому не нужно внести пропаганду о том, что надо питаться именно так. Это личный выбор каждого человека, и в том числе как бы мой. То есть ребенок вырастет, он сам для себя решит, он хочет жить так или он хочет жить по-другому. Ну, я очень уважаю эту позицию. У нас недавно на эфире Болткома был профессор Илу Дмитрий Бабарыкин. Как раз была тема про питание, про всевозможные диеты, и он сказал, что, в принципе, это безумие, он так даже выразился, цитирую, детей сразу же отрезать у них мясо, убирать из ежедневного рациона. И он сказал, что если так даже происходит, все равно нужны какие-то суп, потом еще витамины, минералы, то есть постоянно должно быть какой-то еще компонент, которым насыщается человек и развивается, чтобы не было рахита того самого, о котором, я думаю, что все знают. И он также интересный такой факт сказал, что, скажем, если в Индии люди живут, им витамина D достаточно хватает, потому что это солнце, потому что это совсем другие продукты. А если индус тот же переезжает в дождливую Англию, то, естественно, это вегетарианство и показатели по организму, по тому же витамину D, они значительно ухудшаются. У нас на самом деле эта проблема есть, то есть, и вот, как Андрей, думаю, тоже заметит по поводу натуральности овощей и то, что они сейчас содержат, то, что это больше синтетика, чем это, правда, что-то натуральное выращенное из грядки. И очень сложно быть человеком, который ест только овощи, потому что всегда нужно смотреть на то, какие это овощи ешь ты натурально или ты ешь синтетику. Ну вот, Андрей, вы занимаетесь оформлением заказа, да? Да. Вы работаете с поставщиками, вы знаете, какие продукты откуда привозятся. Вот на ваш взгляд, в Латвии возможно быть веганом, да, и полноценно питаться и насыщаться полезными элементами? Что вы видите? Ну, мы же здесь пришли говорить правду, наверное. Да, конечно, конечно, только правду. Ну, на самом деле, что, ну, как я, наверное, помню из своего детства, у всех бабушек были огороды, и мы всегда делали свои какие-то, скажем, запасы на зиму. Мне кажется, это были одни из самых вкусных продуктов, которые мы ели в своей жизни. Потому что всё, что, наверное, можно купить в магазине, по большому счёту, это всё бизнес. И, к сожалению, меня не переубедить в том, что эти, скажем, помидоры или огурцы росли на протяжении трёх недель от зародыша на грядке. Что касается именно в Латвии, в Латвии можно, всё можно, но, как уже заметили, что надо сдавать анализ крови, и надо именно вот стараться по нему. Вы сами, кстати, сдавали, извините, что передал. У меня был такой, иногда такой порыв, я тоже очень следил за здоровьем, ну, сейчас я тоже слежу, сдавал кровь раз в год и делал полный, скажем, анализ внутренних органов, как они функционируют, по разным анализам, не хочется так говорить в эфире. Да, да. И, то есть, всегда был здоров, да, и поэтому не было такого, что вот мне надо было идти там вегетарианец, я не могу сказать, что я мясоед очень большой, наверное, как и для любого повара, ему главное просто покушать вовремя и всё. То есть, мы настолько привыкли готовить просто людям, отдавать вот, ну, всю свою работу, всё своё время, что нам просто, ну, бутерброд с сыром, с мясом или просто свежие помидоры поесть, всё, ты поел, всё, дальше работать. К сожалению, у нас такая профессия. Ну, да, профессия тяжёлая, да. Ну, у меня, кстати, вот, всё равно большую часть моего рациона составляют, наверное, мучное и овощи. Я не могу прожить дня, если я не съела там какой-то салат, фрукты тоже, ну, люблю, но больше летом, конечно, когда это всё вот свежее, да, там, черешня, ягоды. Ну, вот, а у вас рацион, если вы вне работы, как вот вы планируете сводинить с выходной? Ну, такого дня у меня нет, выходного я всегда в работе. Всегда работаю. Ну, по большому счёту, мне нравится тоже дома готовить, я готовлю, супруга с удовольствием кушает, ей нравится. К нам приезжают гости, я готовлю для них. Ну, мне одному, ну, наверное, по стандарту, какой-то, скажем, яичница, омлет, там, ну, то, что вот быстро перекусить и дальше куда-то поехать. Потому что, ну, очень трудно, трудно. Ты просто знаешь эти все продукты, которые есть на рынке, и ты в большинстве случаев пытаешься приготовить что-то простое. И не всегда удаётся, всегда хочется как-то усложнить, не всегда получается, поэтому мы всегда тренируемся и развиваемся. Это самое главное, что есть стимул создавать, радовать своих гостей действительно не только полезными, но ещё и красивыми, необычными блюдами. Я напоминаю, что у нас конкурс действует сегодня, это 50 евро подарочная карта в ресторан Риц, вы можете всё, все старания Андрею отведать. Конкурс у нас интересный, это нужно придумать рецепт бургера, который будет и веганский, и глютен-фри. Можно отправить свои варианты ответа на номер 2306191, 2306191. И мы сейчас должны прерваться на небольшую рекламную паузу. Во второй части программы поговорим ещё и про глютен и лактозу. В эфире «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Сегодня мы говорим на острую тему, это питание, такие особенности, как веганство, непереносимость лактозы, глютена. И в нашей студии сегодня шеф-повар ресторана Риц Андрей Терентьев и ведущая, автор кулинарного веганского шоу «Мэри Грин». Ещё раз всем добрый вечер. Напоминаю, что у нас разыгрывается очень интересный приз – 50 евро в ресторан Риц. И ваша задача прислать нам рецепт бургера, который соответствовал бы и веганским вкусовым предпочтениям, и также не содержал бы в себе глютен. Вот, мы продолжаем нашу беседу. Как вы считаете, почему в последнее время настолько сильно, активно все стали говорить про лактозу, про глютен, настолько вот как будто помешались на этом? Ведь пару лет назад я, например, про глютен вообще ничего не слышала. Мне кажется, в какой-то степени это маркетинг работает, потому что и пару веков назад были люди, которые не ели мяса. Тот же самый Лев Толстой, ну это самый известный факт, что он был вегетарианцем. И информация так широко не распространялась. Сейчас у нас век технологий информационных, когда информация расходится в принципе очень быстро. Достаточно пару блогеров сказать об этом в социальных сетях или на ютубе, так что об этом потом будет знать уже очень много людей и обсуждать эту тему. И, конечно, маркетинг в какой-то степени сейчас тоже работает, потому что когда мы заходим в магазин и видим на продукте био, эко, глютен фри, сразу взгляд на этот продукт тянется больше, чем на тот, который рядом стоит обычный, без такой маркировки. И стоит он, кстати, раза в три дороже всегда. Да. Я по себе заметила, правда, вот я когда вижу зеленую упаковку, мне хочется взять ее больше, чем какую-то другую. То есть это немножко уже, да. На рецепторы ваши работают. Ну, молодцы маркетологи. А вы заметили, Андрей, что это настолько сейчас сильно все обсуждается везде? Да, у меня, наверное, есть такие еще яркие примеры по друзьям и по их детям, что, скажем, у ребенка в 7 лет почему-то вот выявилась непереносимость глютена. С чего это вдруг? Скажем, у человека в 28 непереносимость лактозы, видимо, ему сказали, что в твоем желудке не вырабатывается какой-то фермент, который может его переваривать. Мне кажется, просто не те продукты, которые были изначально задуманы. То есть хлеб должен печься по одной технологии, молоко должно давать корову, а не то, которое стоит в пачке месяцами и при этом не портится. То есть, возможно, новая технология есть, молока его выпаривают, высушивают, потом опять разводят с водой. Для меня это остается секретом, к сожалению, я не был на экскурсии на молочном комбинате пока что. Ну все, еще впереди. Я хотела бы поделиться такой интересной информацией, да, это статистика, которую можно найти везде сейчас, да. Примерно у трех четверти населения Земли, особенно у представителей желтой и черной расы, активность лактозы столь низка, что молоко они и вовсе не переносят. То есть, ну это достаточно высокие цифры, если мы говорим про непереносимость лактозы. Что касается глютена, то есть такое исследование, которое подтвердило, что в Европе отмечается непереносимость глютена у 3-5 новорожденных из тысячи. То есть, очень мало. На самом деле, все, что сейчас многие говорят, что это там, а глютен так вреден, ну, мне кажется, что это больше вот как раз таки с глютеном выдумки. Лактозы я согласна. Может быть, непереносимость чаще. Ну, дело в том, что здесь поставил именно врач, поставил запрет на глютен, потому что, скажем, у ребенка был зуд очень сильный и очень сильно раздувало живот. То есть, это какой-то, это не дань моде. То есть, давайте не будем кушать хлеб. Ну, мне кажется, что у взрослых людей очень похожая ситуация. Мы все обращаемся к врачам, и тут мы прислушиваемся к врачу, а врач смотрит просто в наши анализы крови. Ну, и, кстати, с БАДами такая же история. Сейчас столько сайтов, да, не будем их упоминать, но все поняли, о каком сайте я говорю, откуда все просто не перестают заказывать всевозможные БАДы. И, ну, то есть, там, это прям публикуется везде, реклама, что нужно есть горстями с утра, там, по 20 таблеток, чтобы вы себя чувствовали хорошо. Ну, на самом деле нет, вы будете себя чувствовать гораздо хуже, если идет перенасыщение тем или иным элементом. Вот у меня так со спирулиной было. Даже когда я была вегетарианкой, я купила, повелась на вот эту моду, огромную банку американских витаминов. Меня тошнило, ну, вот прям ужасно, я не могла это есть и понимала, что, значит, моему организму в данный момент, ну, всего хватает. Ну, это все очень интересно получается, то есть, мы берем искусственно выращиваем овощи, так что там ничего, по сути, уже нет, а потом пытаемся это восполнить БАДами в больших количествах. Ну, то есть, это, конечно, неправильно. Лучше сделать нормальные поставки, там, вернуть огороды, у кого-то они есть. Я вот рада, что в моей семье есть возможность свежие овощи. Для нас это просто необходимо, чтобы была такая возможность. И пропадет потребность в каких-либо добавках, таких дополнительных в больших количествах. Конечно. Конечно, можно собрать вполне себе, и я считаю, что нужно развеять этот миф, что, ах, вы веган, вы, наверное, только травы едите. Да неправда, на самом деле, эта кухня настолько просто многогранна, можно придумывать абсолютно интереснейшие и по вкусу, и по составу рецепты, поэтому, мне кажется, это вообще глупоисполно. Вот именно по этой причине я в какой-то момент увлеклась кулинарией, потому что я поняла, что, ну, настолько это все богато. И часто спрашивают, а что вы едите, расскажите, пожалуйста, там, траву, что кроме травы. И вот начинаешь людям рассказывать, они делают большие глаза очень по этому поводу, что, а как там, может быть, там, майонез из семечек, там, не знаю, какие-то такие продукты называешь, которые они первый раз в жизни слышат. Но проблема не в том, что я ем одну траву, проблема в том, что мало информации об этом у людей, которые задают вопрос. А как вы относитесь, вот есть веганские такие магазины, да, которые специализируются на различных продуктах, там, я не знаю, веганская колбаса, бекон, бургер, ну, очень много всего. Плохо отношусь, правда плохо, потому что это нездоровое. Нездоровое. Во-первых, это психологическая обманка ума, то есть мы ели обычную колбасу, и мы стали веганами, теперь мы едим веганскую колбасу. Веганок, я извиняюсь, перебью вас. Давайте наденем наушники. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Олег. Немножко хочу поговорить насчет вегетарианства. Конечно, вегетарианством можно заниматься, но это как, я считаю, как хобби. По поводу здоровья. Вы знаете, возьмите себя, перенесите в Кавказские горы, да, и я посмотрю, чем вы там будете питаться, это раз. Или за полярный круг, к эскимосам, да, чем вы там будете питаться, и на сколько у вас хватит сил. А в принципе, вегетарианство, да, это только из Индии в основном. Почему? Потому что там много народа, а мяса мало. Понимаете, вот такая... Да, да, мы слушаем вас. Да, вот. И еще насчет аллергии, например, да, вот для детей. Это чисто практика из советского, да. Значит, один очень хороший врач, сейчас не знаю, жив он или нет, по имени Гром, да, он приходил в нашу семью в свое время, да, когда маленький ребенок был. И он сказал, если вы хотите, чтобы у вашего ребенка не было аллергии практически, да, то каждый день, с грудничка еще, да, там один месяц, да, давайте ему крошечку желтка, понимаете, яичного, и все, маленькую крошечку, и все будет в порядке. Вот такой маленький совет. Интересно. Спасибо вам огромное за мнение, да, будьте здоровы. Самое главное у нас сегодня посыл эфира. Ну, такое вот мнение, что нужно капелюшечку желтка есть с детства, и все будут здоровы, как вы считаете, Андрей? Ну, давайте вспомним про Салмонаву тогда, как мы можем, скажем, проверить. Ну, извините, у нас еще раз звонок есть, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Да, добрый вечер. А я вот тоже всю передачу слушаю, вопрос у меня вот, для меня самое вкусное, наверное, это яйца, вот я не представляю никакую там, если скажут, диету, еще что-то делать, не ешьте мясо, вот как нельзя есть, не есть яйца. Я даже вот спорю, у меня есть друг мой, вегетарианец, да, и он мне не может все дорассказать, вот он занимается немножко йогой, он мне не рассказывает, почему нельзя, это мой второй вопрос, почему нельзя есть чеснок и лук вегетарианцам, вроде как бы это природные. Что вы вот скажете, правда, про яйца, почему они могут отличаться, те же самые, там, перепелиные яйца, можно одним, нельзя другим простые яйца, это как вот, ну, говорят детям, там, нельзя простые яйца давать, а перепелиные, что там какой-то глютен содержит. Вот такой у меня вопрос. Да, спасибо вам, сейчас ответим с экспертами вместе. Так, ну, что у нас, какой у нас миф есть про перепелиные куриные яйца, кто готов ответить? По поводу разделения перепелиных куриных я ничего не могу сказать, то есть я с таким даже не сталкивалась, обычно, почему не используют яйца в рационе, это очень просто, потому что это тоже продукт, производимый животными, то есть содержащий животный белок. То есть здесь момент именно не конкретно о том, что вот я не ем говядину, ем вот это, а посыл вегетарианства в том, чтобы не употреблять животный белок в своем рационе. Вот, а по поводу вкуса я могу сказать то, что любой, в принципе, продукт, который существует в обычном традиционном питании, сейчас дошла веганская кулинария до того, что вкус можно повторить. То есть, вот, например, недавно я готовила веганский омлет, который по вкусу похож. Да, то есть это с использованием нутовой муки, и, как вы знаете, есть такая черная соль, ну, кто знает, она пахнет сероводородом, а, соответственно, имеет какой-то немножко яичный привкус. Да, и с добавлением ее можно даже поспорить с тем, что это не обычный омлет, а веганский. А вы ставили куда-нибудь такие эксперименты со вкусами, Андрей? Со вкусами ставил, не всегда, конечно, было очень хорошо, ну, признаюсь честно. Первый блинком. Да, нет, очень интересно, скажем, ну, отойдем немножко от темы, тут где-то вычитал на каком-то портале, что вот давайте попробуем угорь с ананасом, например. Да, и я, скажем, сделал, и вот человек очень, ну, обрадовался, потому что мы очень, вся еда, которая вокруг нас, мы все очень повторяем друг у друга. И я считаю, что надо немножко прорываться где-то и делать что-то нетрадиционное. Но перед этим надо попробовать самому. То есть я позиционирую то блюдо, которое я готовлю, что, да, оно мне нравится. То есть я не готовлю просто по моде, то есть вот это там посоветовал. То есть если я его одобряю как повар, то я могу его, скажем, позиционировать. Давайте попробуйте теперь все, пожалуйста. А то, что касается яиц, если я не ошибаюсь, что куриных от перепелиных, перепелиные яйца более здоровые, и в них есть меньше содержания заразиться, чтобы они, ну, салмонелла попали, то есть извне. Потому что, скажем, чешуя яйца, у него очень толстая пленка внутри. То есть может быть поэтому. Мы надеемся, что мы ответили на вопрос нашего дозвонившегося радиослушателя. Дома почитаю, и в следующий раз буду готов. Да нет, я думаю, что очень хороший ответ. Нас немножко перебили насчет вот заменения, да, этих продуктов, бекон, соевый и прочее, сказать, что это не очень полезно. Просто мне кажется, тут еще такой момент, насколько это вообще правда, что ты в этот момент вегетарианец, то есть насколько ты в комфорте и в гармонии с этим выбором, если ты все равно бежишь в этот магазин, и тебе нужно съесть, ну, хотя бы искусственно бекон. Вот я этого никогда не понимала. Мне кажется, это именно в голове. То есть человек, который раньше, когда еще не было вот моды на производство всех этих продуктов, сейчас у нас в магазинах есть отдельные лавки в супермаркетах, где можно купить все это. И здесь то, что уже в голове, то есть мы действительно сделали выбор от того, чтобы от этого отказаться, и нам это реально не нужно нашему телу, нашему организму, нашему уму это не нужно. Либо мы просто последовали как раз-таки движению моды и пытаемся быть вегетарианцами, но все равно покупаем продукты, которые называются в принципе так же. Ну и забегая вперед, я скажу, что ничего в принципе полезного там не содержится. То есть в основном это сделано с содержанием глютена, потому что там, например, сайтан или та же самая колбаса, это просто использованная пшеница, которая делает вот эту структуру. Много добавлено специй, чтобы приблизиться ко вкусу мясному, но никакой речи там об овощах, о каких-то полезных злаках. Ну то есть там, если что-то есть, то очень минимально. И есть это и не есть, например, свежие овощи, фрукты или термически обработанные, я считаю неправильным. Прямо мне кажется, это золотые слова, потому что, ну, может быть, 10 лет назад не так еще это было все раз, вот эти вот субпродукты, которые заменяют. Но сейчас очень много и кафе, которые вот готовят там ходоги с этими соевыми сосисками. Вот, насколько это полезно, вот, ну, я думаю, что Мэри ответила отлично на этот вопрос. Как вы считаете, почему у мясоедов, это вопрос к Андрею, а вторая часть вопроса к Мэри, ощущение, что все веганы очень агрессивные, они злонастроены, они там, если, не дай бог, увидят вас с шашлыком летом, скажут, ах, ты трупоед. Нет, вот, это действительно, вот, ну, вы встречали таких людей, или это просто уже какой-то миф, опять же, который мы сегодня развеиваем? Ну, на своей практике, ну, к радости или к сожалению, у меня конфликта не было ни с одним вегетарианцем или веганом. То есть мы как-то всегда находили выход из этой ситуации. И, ну, никого я не обзывал, в принципе, не убежал, ясно. Я к людям, на данный случай, очень позитивно, лояльно, и у него есть выбор, мы уже с Мэри про это тоже говорили, что выбор, кем быть, это только за тобой, тебе не надо следовать, там, отдавать дань моде. Если ты хочешь попробовать, пожалуйста, попробуй, и, ну, ты будешь, поймёшь, поймёшь, куда ты идёшь. Спасибо. А вы встречались, Мэри, с таким субъективным отношением вот к себе, как к представителю идеологии такой? Я встречалась, но я часто становлюсь тем человеком, который развеивает этот момент, потому что недавно я путешествовала немножко по России, тоже встречалась с людьми, со своими друзьями, которые сейчас стали моими друзьями. И у них тоже сначала было достаточно скептическое отношение по этому поводу, то есть я не понимаю, зачем ты это делаешь, то есть создана природа вот так. Это мой выбор, я чувствую себя так хорошо, и я не делаю это к себе насильно. То есть я всегда за ту позицию, когда человек делает выбор, потому что ему так хорошо. Не потому что ему там сказали, рассказали, что это хорошо, что это плохо, а потому что он это попробовал, ему это нравится. Какой образ жизни уже становится, а не просто какой-то там сиюминутный вот этот вот всплеск, вот всё, сегодня я не ем мясо, а вы просто уже спокойно, гармонично к этому относитесь. По поводу агрессии веганов на мясоедов, да, это есть, и в моём понимании это происходит на начальном этапе, когда человек узнаёт какие-то вот факты, он видит там для него кадры, ну, может быть, сбоин кто-то, ну, каждый разное смотрит, чтобы понять больше этот образ жизни. И для него в какой-то момент это как переворот мира в его голове. То есть он всю жизнь жил так, особенно если человек взрослый, ну, например, он 30 лет жил вот таким образом. И потом в один миг там за пару недель, за пару дней произошло то, что поменяло его жизнь. И для него кажется, что это совершенно новая какая-то вселенная. И он идёт и пытается это рассказать другим людям. А часто другие люди не хотят этого слушать. Ну, то есть им эта информация не нужна. Он пытается эту информацию донести насильно. Здесь образуется агрессия. Ну, мне кажется, всё, что насильно и навязано, оно априори вызывает такую реакцию. Это нормально. Да. Поэтому не стоит рассказывать то, о чём тебя не спросили. Ну, это моё мнение такое. Да, очень хорошо, что вы согласились прийти и рассказать нам, потому что я действительно очень была расстроена, что столько у нас вегетарианских мест, веганских мест в Риге, и никто не хочет прийти и открыто поговорить. Причём, насколько вы слышите, у нас абсолютно мирная беседа, без каких-то оскорблений, у нас не дебаты. Мы просто рассказываем, какой опыт у каждого из нас, какие продукты стоят, в конце концов, и тему, и тему выбирать по качеству. Так, у нас ещё один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо. Девушка сказала, не помню, как зовут, по поводу того, что если не спрашивали, не отвечая, не говори. Мэри. Очень приятно. Я 30 лет вегетарианец, ну, хотя я не делюсь, а там, как сейчас, веган, как сейчас это называется. Да-да-да. То есть я не ем ни мяса, ни рыбу, ни молоко, ни продукты их содержащие. Ну, и нормально себя чувствую, как бы не навязываю, ну, как-то так. То есть спокойно можете сходить в заведение с друзьями, где другой человек будет есть стейк, и вас это абсолютно никак не расстроит? Да-да, это как бы его выбор, и просто, как бы, ну, он так видит мир, ну, пускай, он так же самое, как есть в животном мире, грубо говоря. Падальщики там есть, травоядные и прочее, прочее, ну, относиться к этому спокойно, и всё. Да, спасибо. Просто я стараюсь, как бы, держаться от этих людей, если возможно, подальше. Спасибо вам большое, да, будьте тоже здоровы, да, спасибо. Ну, я согласна со своим молодым человеком. Я бы хотела бы, да, одно сказать, просто я знаю такую историю человека, который общался абсолютно со всеми людьми одинаково, просто когда они ходили куда-то в компанию поужинать или ещё что-то, говорит, я приду к вам в компанию, приду на ваше мероприятие, просто приготовьте мне, пожалуйста, стакан свежевыжатого сока. То есть его даже не волновало, выпивают люди, не выпивают, ну, чтобы они немножко позаботились о нём и приготовили вот его еды, поэтому он совершенно спокойно находился вместе с этими людьми. Ну, меня тоже как-то никогда не вызывало это таких вот прям бурных эмоций. И, кстати, вот про стиль жизни тоже, про гармонию. Я, например, до сих пор придерживаюсь мнения, что я не пойду в цирк с ребёнком, потому что я не хочу видеть, как над животным издеваются и делают из этого цирк прям, да. Я не ношу шубы, мне не нравится даже запах, и это тоже с детства я не могу чувствовать, вот запах меха натурального какого-то. И мясо я не готовлю, потому что не могу смотреть на сырое. Ну, то есть у меня до сих пор осталось, хотя я ем какое-то количество мяса. Напоминаю, что у нас ещё проходит конкурс. Вот вы можете отправлять свои варианты ответа по рецепту бургера, который будет и подходящий для веганов, и для тех, у кого непереносимость глютена, на номер 2306191. Разыгрываем мы 50 евро подарочную карту в ресторан Ritz. Да, как вы считаете, какое следующее будет течение, вот если мы говорим про диеты и пищевые особенности? Что следующее бомбанёт в нашем мире? Ну, я надеюсь, может быть, все займёмся спортом повально, все побежим в спортзалы. И спортзалы, конечно, пойдут нам навстречу, сделают более лояльные цены. Ну, хотелось бы. Потому что по сравнению с ближнисоседскими странами, то ребята приезжают тут и говорят, как, ну как, а это только возможно. Всё в три раза дороже. Всё в три раза дороже. Тебя пытаются привязать, отнять у тебя деньги. Ты можешь даже не ходить, но ты всё равно будешь платить. То есть я вот не понимаю, зачем такую политику идти. Не, ну моды на спорт хорошо. И мне кажется, чем больше будет таких представителей течения вегана или вегетарианца, как Мэри, тем это будет лучше. Потому что человек разбирается абсолютно во всех составляющих блюд, понимает, что вредно, что не вредно для здоровья, если ты на этом питании. Они ещё и никого, условно, жизни не учат. Ну, по мне это главное, чтобы не учить жизни. Иначе, правда, будет очень скептическое отношение к таким людям. Да, это я прям вам пожму после эфира рук, потому что очень приятно видеть такого человека, который так рассуждает. У нас сегодня Катя Касьянова, наш продюсер, читает ваши рецепты. Как у нас там? К сожалению, у нас не очень много откликов. У нас пока только два рецепта. Я могу их прочитать? Да, да, послушаем. Один коротенький. Булочка без глютена, томаты, лук репчатый, солёные огурчики, лист салата, котлеты из фасоли. А второй рецепт хороший. Веганский безглютеновый бургер «Съешь меня». Бургерная булка с сезамом, безглютеновая мука, вода, соль, сезам, дрожжи. Томат кумата, красный лук, салатный лист, соус. Густой соевый йогурт, вустерский соус, чёрный перец, свежие грибы, красная фасоль. Грибы и фасоль измельчить до состояния очень густой пасты, грубого помола, сформировать котлеты и пожарить на сковородке. Соусом промазать чуть подсушенные на сухой сковородке половинки булок, остальные ингредиенты сложить в красивом порядке, сверху откнуть длинную шпажку. Просто можно поаплодировать этому человеку? Да, это просто браво. И за это время к нам пришёл ещё один комментарий. Ну вот, три у нас. О, прекрасно. Кругляшок огурца, капелька масла из тыквенных семечек, кругляшок помидора, кругляшок огурца. Мы так сложили. Ну совсем такой диетический вариант. Конопа уже получается. Да-да-да. Как вам, Андрей, второй вариант? Понравился? Второй вариант. Я просто как-то окунулся в кулинарную книгу. Мне очень радостно, что наши слушатели могут позволить себе вот прямо так стилистически, как рецепт, описать рецепт бургера. Я думаю, что победитель явно, да, номер два, наш радиослушатель. Обязательно свяжемся с вами после программы, да, как вы сможете получить ваш приз. Нас остаётся буквально не так много времени. Что бы вы посоветовали вот тем людям, которые по сей день считают, что это всё выдумано, что в этом нет никакой пользы, что на самом деле это всё мода? Вот как изменить это мнение? Я сейчас не говорю про посмотреть вот фильм, да, который Андреева рассказывали, смотрели про там умирающих коров и всё остальное. Вот что-то такое более доброе. Как вот относиться более спокойно? Ну, я бы сказала, наверное, расширять свой кругозор, потому что очень часто мы отталкиваем информацию, даже не воспринимая, не пытаясь её понять, не пытаясь её попробовать. Мы сразу от неё отстраняемся, и чтобы как-то вообще менялось мнение людей о чём-либо, неважно, веганство это, либо это что-то нам неизвестное, пока мы этого не знаем, мы, в принципе, не можем никаких выводов делать. Да. Да, и поэтому следует просто поинтересоваться, что-то попробовать и воспринимать это всё очень нейтрально, то есть не относиться к этому плохо или хорошо. Потому что если вы один день попробуете сделать себе что-то из основного блюда веганское, да, и посмотреть, как это будет отражаться на вашем организме, ну, ничего страшного не случится. И более того, я скажу, что в рационе обычных людей очень много овощной растительной еды, просто она не названа словом вегетарианская или веганская. Вот, это, ну, потребутика, которая... Леймо просто, да. Да, которая сейчас используется для общего обозначения этой сферы. Но это ни к чему, в принципе. То есть просто интересоваться, просто пробовать. Вот и всё. Что вы, Андрей, будете ещё, может быть, вводить в ваше меню, чтобы удовлетворить всех гостей, и глютен-фри, и лактоз-фри, и веган? Ну, так трудно сказать. Я, наверное, бы тоже хотел присоединиться к очень хорошим словам, чтобы люди начинали пробовать, пробовать всё-таки это движение. И я, например, тоже очень хочу попробовать. Только не знаю, кто меня толкнёт в этот овраг яму, чтобы из него начал ползти. Потому что, ну, очень трудно. Мы действительно привыкли к этим вкусам. Вкус мяса. И нам трудно готовить из того, что мы не знаем. Мы знаем, как пожарить мясо, как отварить гарнир, сделать обычный салат. Но когда нас углубляет в то, что мы подойдём к некоторым домохозяйкам и скажем, а вы знаете, что такое чечевица там, или, скажем, чёрная, она бывает зелёная, жёлтая, красная. И, конечно, у нас станет ступор. Нет, я больше варю детям. То есть, ну, всё это с начала самого начинается. Да, хочу пожелать всем быть здоровыми, конечно же, так как у нас программа. Про здоровый образ жизни. Я присоединяюсь к этим словам. Спасибо, спасибо. Я хотела бы зафиналить нашу передачу тем, что нам также был отправлен сегодня перед программой комментарий диетолога-нутрициолога, да, Марина Каплана. Записала, к сожалению, просто не успели у нас и звонки сегодня, и конкурс всё вместе. Она сказала, что действительно очень многое зависит сейчас от этого модного течения, и что самое главное, ни один человек, просто там, друг, товарищ или блогер не может поставить вам никакого диагноза. Идите к врачу, сдавайте анализы, проверяйте, что не хватает, чего хватает, на что есть энергические реакции или непереносимость, и только тогда вы сможете себя отнести к тем или другим. Но самое главное – оставаться более толерантными, добрыми и экспериментировать с едой. Я к этому тоже присоединяюсь. Сегодня у нас в студии открытой кухни была такая компания. В первый раз, кстати, девушка у нас сегодня на эфире. Впервые открывается, нет? Мэри Грин, человек, который ведёт своё кулинарное шоу веганское и также преподает деткам йогу. Андрей Терентьев, шеф-повар ресторана «Риц». Спасибо вам, дорогие гости. Спасибо, Кате Касьянову, продюсеру, за участие, нашему звукорежиссёру Родиону Золотарёву. И увидимся с вами в следующий понедельник. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...